На заслуженный отдых в 13 лет. Единственная в стране кошка-байкер уходит на пенсию. Пушистая Хонда из Челябинска проехала 40 тысяч километров. Побывала в Санкт-Петербурге, Карелии, Волгограде и Крыму. Но теперь стала уставать от путешествий. Есть жилетка с фирменной символикой. Есть это уже второй шлем. Байкерский образ завершает эксклюзивная вязаная шапочка и очки. Рокерский наряд Хонда теперь надевает только для фотосессии или для поездок на маленькие расстояния. Ей уже 13 лет, что по кошачьим меркам немало, да и по-человеческим 68 лет. Карьера байкерша окончена, а начиналось все почти случайно. Уезжая на байкерские тусовки, Юрий оставлял любимицу дома. Но Хонда без него громко мяукала, и тогда мужчина решил однажды взять ее с собой. Я решил взять ее с собой. Поехали в первый же вечер, пока мы ехали, а я ее до этого приучал, постоянно на плече она у меня сидела. И она вылезла на плече и поехала в первый же вечер на плече. Но это уже было на парковочке, скажем так. И все, и с тех пор потихоньку, помаленьку начали ездить. Теперь тайскую кошку по имени Хонда знают от Сибири до южных берегов Крыма. Много путешествовали Юрий с напарницей и по Уралу. Тагил, Екатеринбург, Тюмень. Скорости Хонда не боялась. И 60 километров в час и сотню переносила спокойно. А еще кошка-байкер оказалась прекрасной свахой. Благодаря ей Юрий встретил свою жену Светлану на фестивале «Уральский рубеж». Юра проезжал от одной сцены к другой. И у него на плече сидело вот это замечательное существо. Это было очень необычно, поэтому мы его остановили, подбежали, сфотографировались. Ну и все закрутилось, завертелось до масштабов таких, что вот семья, дочка, свадьба, все дела. Сейчас Хонда все больше дней проводит в тишине дома. Возраст не позволяет путешествовать, обожает рыбу и ржаной хлеб.